Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас в гостях в очередной раз эксперты проекта «Аналитика онлайн» Евгений Болдин и Глеб Задой. Ребята, вам здоровенный привет от фолловеров, от меня лично, компания «Маркетс». Наконец-таки я смог собрать вас, ребят, чтобы обсудить очень насущную тему. Насущную, наверное, почему? Потому что для российских реалий это всегда, наверное, извечный вопрос, что будет с рублем, что будет с долларом и так далее. Потом эта тема еще интересна, потому что год закрывается, и все-таки хочется понять, в принципе, где рубль будет под закрытие 2020 года и как он начнет 2021 год. Тема «Строить прогнозы такого рода» — это, конечно, неблагодавная тема. Очень много можно схватить и критики, если, опять же, прогноз оказывается не совсем верным. Всегда находятся те, кто считает, что нужно было смотреть на вещи иным образом. Но у нас нет ни перед кем никаких обязательств. Мы делимся своим экспертным мнением с учетом всех водных, которые на рынке есть. Это фундаментальная составляющая. Ребят, вы очень большой акцент делаете на технический анализ. Может быть, что-то там интересное по паре доллар-рубль. Можно даже задеть тему евро-рубля. Также сможете прокомментировать. Ну и к тому же этот ролик именно о том, что будет с рублем, мы обещали с вами, анонсировали фактически в одном из прошлых эфиров совместного общения без галстуков. Сегодня все соблюдается. Действительно, галстуков нету. В прошлый раз я попался. У меня был галстук. Ребят, еще раз большое вам спасибо. Еще раз всех приветствую. И давайте поговорим о том, что происходит с рублем. Сегодня день как бы, ну, неполноценная торговая сессия. Завтра Рождество. Следующая неделя тоже такая обрезанная. Ну, будет еще несколько дней, несколько часов, чтобы те, кто хотел, все-таки что-то выжил из рубля против доллара и евро. Можем посмотреть на рубль, знаете, с какого ракурса? Например, с ракурса вот новых финансово-экономических санкций. Какие-то уже вступили в силу, какие-то еще на пороге, задуманными со стороны Запада. Можем посмотреть на рубль с учетом последней позиции Центрального банка. Ставку, насколько я помню, оставили без изменений. Риторика тоже, в принципе, ничего нового нам не преподнесла. Кстати, сейчас, по-моему, в России налоговый период и завтра, да, по НДПИ, по-моему, если мне не изменяет память, критические платежи, я думаю, что это единственный фактор, который сейчас поддерживает рубль. Вопрос, ребята, один. Как вы думаете, до конца этого года рубль все-таки имеет потенциал восстановиться против валюты? Либо вот текущие котировки сейчас, что у нас, 74,68, это как раз начало последовательного, постепенного снижения с целями в район вот этого юбилейного такого психологического уровня 80 рублей за доллар. Такой общий вопрос. Давайте я, что ли, начну? Давай, спасибо. Как обычно. Во-первых, всем привет. Привет, Артем. Приветствую всех зрителей, кто будет смотреть это видео. Ну, что сказать по поводу ситуации с рублем? В общем и целом, если говорить про ситуацию в этом году, в этом году рубль у нас потерял порядка 20%. В общем-то, для кого-то это в очередной раз стало сюрпризом, как так, рубль опять упал, неужели такое может случиться? Вот, но, к сожалению, долгосрочные тренды, если мы посмотрим, как движется рубль относительно других валют, мы смотрим в первую очередь против доллара, они говорят о том, что на любой дистанции, там, 5 лет мы берем, 10 лет берем, 20 лет берем, неважно, да, на какие-то длинные дистанции, рубль постоянно слабеет. Просто динамика вот этого ослабления рубля, она в разные годы разная. В этом году рубль ослаб достаточно сильно. Там, в прошлом году, там, да, по-моему, даже какой-то незначительный откат там был, да. Но хотя в целом надо сказать, что, сейчас я поправлюсь по поводу прошлого года, нет, в прошлом году тоже чуть-чуть, если смотреть, ориентироваться на средний курс, мы все-таки тоже чуть-чуть, но все-таки подпросили, ну, там совсем незначительно. А нужно понимать, что у нас рубль – это, ну, очень важный индикатор для федерального бюджета, для нашей ключевой отрасли экономики нефтяной, там, да, и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, и нефтяники, и государство, правительство смотрят на курс доллара среднегодовой. Я тоже стараюсь именно смотреть на среднегодовой курс доллара. Это позволяет, в общем-то, видеть картинку ровно ту же, которую видят у нас там в Минфине, в Минэко, в Кабмине, да, в крупнейших нефтяных компаниях и так далее. И динамика просто в этом году такая достаточно негативная для рубля. Во многом это связано с пандемией, понятное дело, да, с санкциями в очередной уже раз, да, падением нефтяных цен, которые, кстати, тоже, если посмотреть на динамику нефтяных цен, начиная с 2008 года, мы там тоже не видим ничего хорошего. Нефть как падала, так и продолжает падать. Нефть, кстати, в этом году тоже потеряла там порядка 20%. Еще и был нонсенс в этом году, да, это когда нефтяные цены упали ниже нуля. Это такое новое вводное у нас появилось, что, оказывается, нефть может стоить минус какое-то количество долларов. Это было что-то новенькое для всех, для нас. Вот, если мы посмотрим долгосрочные, опять же, тренды по нефти, тоже ничего хорошего. Поэтому у рубля шансов практически никаких нет глобально. Вот, то, что он упал, ну, очередной сюрприз для кого-то, да, для нас, к счастью, нет. Вот, а что касается прогнозов, ну, действительно, у нас до конца года осталось не так много времени. Вот, и я не думаю, что там до конца года случится что-то глобально, там, да, какие-то изменения курсов. И вообще говорят, да, что лучший прогноз – это, лучший прогноз на завтра – это цены, которые мы видим сегодня. И, действительно, глядя на графики, я, ну, вижу, что плюс-минус в районе, там, 74-75, скорее всего, где-то вот здесь вот мы год, наверное, да и завершим. Слушай, ну, вот, да, по статистике, сейчас смотрю на инвестинги, ты прав, доллар-рубль, падение рубля на 21,5%, это в этом году, евро против рубля, ну, там, из-за роста европейской валюты, соответственно, более того, что она была интереснее инвесторам, падение против евро по значительной 32%. И в районе примерно вот этих вот цифр в рамках трех лет, соответственно, рубль вращается. Слушай, Глеб, а вот, ты знаешь, многие, с кем я общался по поводу перспектив рубля, задавали вопрос, ну, мне непонятен был вопрос касательно того, почему рубль должен снижаться. Мне это кажется настолько очевидным, что вопрос, который в таком формате, мне кажется, ну, до невозможности глупым вообще. При этом на встречном мой вопрос относительно того, почему рубль должен укрепляться, тоже мысли были разные. Ты как думаешь, вот тех, кто все-таки топит за то, что рубль будет крепчать, и, соответственно, дальше будет 70, 2021 год, это, соответственно, период, когда о ковиде все забудут, и рубль восстановится до 50, до 55. Вообще, на чем основаны эти прогнозы? На ценах на нефть по 100 долларов за баррель или еще на чем? Или просто какое-то патриотическое чувство долга у некоторых людей, которые считают, что их национальная валюта должна быть крепче всего? Это любимая моя рубрика, обсуждать, комментировать чужие мнения. Это мне постоянно пишут, Глеб, ты знаешь, вот там вот сказали вот это вот, ну-ка прокомментируй-ка, пожалуйста. Вот, это моя любимая рубрика. Ну, слушай, на самом деле, мне кажется, что вообще уровень, к сожалению, финансовой грамотности у нашего населения, да, в первую очередь рубль заботит российское население, да, и русскоговорящих людей, которые так или иначе связаны с Россией. Так вот, уровень финансовой грамотности достаточно низкий. У нас, ну, я не знаю, насколько у нас не политизированная программа вроде, да, но у нас жесточайший просто уровень федеральной, там, государственной пропаганды, и люди крайне доверчивые. И то, что им говорят по первому каналу, там, по второму каналу, еще там по нескольким каналам, это принимается зависимо от последней инстанции. Я, допустим, когда смотрю новости на федеральных средствах, на федеральных телеканалах российских, ну, у меня это вызывает только такую, знаешь, улыбку, да, что неужели кто-то еще вот этим бредням вообще верит, неужели кто-то эти бредни вообще смотрит и так далее. Но, когда начинаешь общаться с людьми, особенно отъезжаешь куда-нибудь за МКАД, вот, где вообще там жизнь другая, да, совершенно, и там оказывается, что таких людей большинство, которые до сих пор смотрят федеральные телеканалы, до сих пор верят всему тому, что им говорят из телевизора, из правительства, что говорят там и так далее. И, соответственно, как бы у них вот эта картина мира, она, то есть нет своего критического мышления из-за того, что отсутствует финансово грамотность в должной мере, да, и есть навязанное мнение из одного единственного источника информации, с которого люди эту информацию потребляют. Вот, все. И от этого и отсюда и строятся вот эти какие-то там такие патриотичные прогнозы по курсу рубля. Вот. А то, что мы с каждым годом все хуже, хуже, хуже живем, да, что курс доллара все выше, 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 цены все выше, выше, выше. Вот это как-то, ну, россияне начали что-то уже подозревать, знаешь. Россияне начали подозревать, что где-то вот, где-то кроется все-таки какая-то такая обманочка, да, хотя уже никто ничего не скрывает. Вот мне особенно понравилось на этой неделе, я не знаю, когда выйдет это видео наше совместное, но вот на этой неделе, когда мы этот эфир записываем, мне очень понравилось, как высказал Сергей Швецов из Центробанка относительно накопительной части пенсии. Я не знаю, курс это не в курсе, читал ли про эту историю. Ну, в общем-то, прямым текстом нам в Центробанке говорят о том, что к 2023 году государство наше замечательное планирует демонтировать систему пенсионных накоплений. Ну, то есть, это уже, ну, по сути, ну, не первый, наверное, шаг, но первый настолько откровенный шаг к тому, что людям говорят, ребята, у вас не будет пенсии. И я совершенно уверен, я, ну, мы все плюс-минус там одного возраста, я уверен, что у тех, кому сейчас там лет 30-35, у них пенсии не будет, государственной пенсии ее не будет вообще. Тем, кому чуть больше повезло, может быть, кому там лет 40, ну, может быть, им еще есть на что-то надеяться. Там, да, наверное, тем, кому 50, ну, наверное, тоже стоит надеяться на пенсию. А вот нам уже на пенсию надеяться точно не стоит, и государственным об этом, в общем-то, в лоб уже говорит, что пенсии их не будет. Просто вуалирует это там, давайте мы там пенсионную реформу сделаем, потом давайте ИИС там третьего типа придумаем, там, вроде как, для накоплений. А теперь говорят, накопительной пенсии не будет. Вот, ну, ладно, мы скатились куда-то в такую, да, в политическую макроэкономику. Вот, а что касается курса и его укрепления рубля в следующем году, то я, честно говоря, солидарен с этим, что в следующем году мы вполне вероятно по курсу доллара увидим, ну, там, 70-71. Но вопрос заключается в том, что, опять же, это не будет среднегодовой курс. В среднем по году рубль, скорее всего, еще упадет в следующем году. Он просто упадет намного меньше, чем он упал в этом году. И нужно понимать, что есть, опять же, некие среднегодовые курсы, да, которые, ну, они очень инертные. А есть курс в моменте, который, да, то есть, допустим, вот если посмотреть на картинку в этом году, в этом году у нас среднегодовой курс, там, в середине года был порядка, там, 68, допустим. Но при этом минимум в этом году мы видели 60, а максимум мы видели 80, да, то есть 20 рублей туда-сюда колебания есть. И вот то же самое, в следующем году. То есть в следующем году среднегодовой курс я ожидаю порядка 75, 75-76. И прибавляем там рублей 5 в плюс, рублей 5 в минус, и это будут те уровни, да, до которых, ну, экстремально рубль может доходить. То есть минимальные цены, которые я жду, минимальный курс доллара это 70, где-то 70-71. Максимальный, ну, соответственно, там 80-82 где-нибудь, вот в районе этих значений. Слушай, ну вот этот экстремум 80-82 прям такой аховый. Может быть повыше все-таки, нет? Не думаю. Не думаю, честно говоря. Все-таки практика, опять же, показывает, посмотреть на графики. Я не любитель ванговать, я просто смотрю на сухую статистику, я смотрю на цифры, я смотрю на графики и схожу из того, что история может повториться, как это было ранее. В предыдущие разы, когда мы видели очень сильное ослабление курса отечественной валюты, в какой-то конкретный год, там, 2008 год, 2014 год, да, после этого был все-таки какой-то откат. Он был, ну, относительно продолжительный, все равно заканчивался падением рубля по итогу, но откаты все-таки были. Поэтому в следующем году я жду такой откат, некоторые, да, стабилизацию курса, я думаю, волатильности такой высокой, как в этом году не будет. Но нужно понимать, что мы уже в этом году неоднократно на наших совместных эфирах говорили, что этот год, он очень неординарный. И все те прогнозы, которые мы давали в январе, допустим, 2020 года, они все бы поломались в марте, абсолютно все. И кто его знает, что нам принесет 2021 год? Может быть, нас захватят инопланетяне? Слушай, ну, кстати, по поводу такого сценария-армагеддона. То есть я видел, ну, Саксы, как вы знаете, любят такого рода забрасывать удочки, что все может быть, ну, в том числе и до инопланетян даже дело дойдет и так далее. Вот это саксомаркетинг такой. Да-да-да, каждый год они кошмарят рынки. И один из их сценариев, вот эти новые штаммы, это как раз прелюдия к тому, что 2021 год мы начнем с новой эпидемии, с новой пандемией. И с тем, с чего мы начали 2020 год. Потому что те вакцины, которые были разработаны в последнее время от Pfizer, модерн и AstraZeneca, они помогают бороться, но только с прошлыми штаммами. С этими мутировавшими нет. И, соответственно, мировой экономике придется уйти на второй круг по разработке вакцин, продолжительному тестированию. То есть фактически будет потерян еще один год, так как к концу 2021 года кто-то снова найдет то, что будет чудодейственным средством против всего, но потерян будет еще один год. И, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, ладно, это как сценарий. Ну, хотя вот, мне кажется, прогноз Сакса вышел еще до того, как появились новости в Лондоне вот об этих штаммах и как бы подтверждение вот этой теории. Действительно, новые вирусы, новые локдауны и так далее. Ладно, позиция, Глеб, твоя предельно ясна, понятно. Жень, что думаешь ты? Ну, я сейчас немного завершу твою мысль по поводу вакцин. В первую очередь, тоже всех приветствую, уважаемые зрители, кто сейчас будет нас наблюдать чуть позже в этом эфире. По вакцинам, ну, в принципе, мне такой сценарий Сакса на самом деле очень устраивает, потому что в этом году золото, мой любимый актив, на фоне пандемии пробил отметку 2000, новый максимум дал. Если у нас следующий год будет циклом продолжения, ну, значит, мы точно 3000 пробьем, вот что меня, как трейдера на этом активе не может не радовать. И если все будет идти по такому же сценарию, то, в принципе, для тех, кто любит математику, старт волны в этом году, завершение на 3020, 3030 долларов за тройскую уцию, в следующем коррекция на 50-ю фибу и идем в год 22-й. Ну, это такой мини-прогноз, чисто математика. Если вернуться в этот год все-таки, который уже, слава богу, можно, наверное, почти помахать ему рукой, я, наверное, жду еще каких-то попыток укрепления рубля в этом году. Даже, опять же, это, скорее всего, может произойти там завтра, потому что, ну, в Рождество у нас все международные площадки отдыхают, московская биржа активно пользуется этими днями отдыха, по крайней мере, на нефти очень часто это было. В 2018 год сквиз на 44 доллара за баррель, и потом, когда весь мировой рынок ушел на выходные при 48, восьми, и потом резкий разворот тренда там где-то в район там 80-85 долларов за баррель. Может, на рубле тоже часто бывают такие сквизы, я не удивлюсь ни капли, если технически у нас произойдет такая же ситуация, и, к примеру, в эти рождественские праздники, ну, рождественские праздники католические, вот. И московская биржа, трейдеры MyEx этим очень здорово воспользуются, быстренько спустят рубль на те интересные позиции, которые уже, кстати, были озвучены чуть ранее Глебом, потому что я солидарен по 70-71, ну, вот этой, по крайней мере, цене с точки зрения покупки. Если вот, ну, вот такой вот солидарность немного откинуть, то, наверное, с такой более математической точки зрения по расчету, я бы искал где-то в районе там 67-67,5. Но это вот для снайперов, кто любит вот понимать там движение на хвосте, на самом, с точки зрения техники. Опять же, все равно все упирается в то, что, ну, каких-то прям сверхпозитивных укреплений курса национальной валюты, к сожалению, или к счастью, вот, я пока для себя не вижу. Наверное, пока что, к сожалению, потому что, к счастью, я видел это в этом году. Я, наконец-то, закончил свой переезд. Кстати, переехал в Замкад, так что теперь область Замкада стала более финансово грамотной, что не может не радовать, и я буду дальше распространять потихонечку свои сети где-то там в этой области. В области, кстати, недалеко от Сколково, так что новые инновации будут уже более-более такими адекватными, наверное. То есть деньги будем теперь на двоих пилить. Сколково и я там через дорогу. Слушай, ну, здорово, конечно же. Ну, кстати, по поводу оптимистичного сценария. Твой прогноз того, что рубль на 10% еще укрепится, мне кажется, более чем оптимистичный сценарий. Поэтому, наверное... Да, это самый оптимизм, который я могу внедрить в этот прогноз. 50-55, ну, наверное, нет. По-моему, Владимир Владимирович Путин еще в 2015 году на своей прямой речи сказал, что ниже 50 рубль никогда не уйдет. При таком курсе нам вообще ничего неинтересного будет для бюджета. И тогда это была отличная поддержка. Причем тогда в моменте рубль был чуть-чуть ниже по курсу московской биржи. Где-то 48,7-48,6. И, по сути, это была идеальная зона поддержки. И которая с 2015 года отрабатывает себя безупречно. И вот эти все дальнейшие росты, они только лишь напровоцируют новые максимумы. С точки зрения цикличности, у нас после каждого максимума идет 2 года некой такой стагнации, консолидации курса рубля. И получается, что у нас 2019-2020 как раз вот этот цикл стагнации был. И у меня, наверное, на 2021 год, опять же, это такой прогноз из ряда САКСа, прогноза более такой пессимистичный для национальной валюты, что вполне вероятно, мы можем увидеть какие-то новые максимумы. У нас новый максимум постоянно от предыдущего обновлялся где-то процентов на 10. То есть у нас в этом году был 81, по-моему, в пике или 82 в моменте. Ну, соответственно, мы можем к 90 подобраться. Ну, вот, кстати, САКСа… Вот если после цикла. Да, САКСа как раз, по-моему, и обозначали. 90 по доллару рублю и 110 по евро рублю. Ну, значит, не я прогноз писал, ни в коем случае нет, но вот мысль идет именно такая с точки зрения повторения цикла. Тем более, что, ну, реально рынок у нас достаточно цикличен в последние годы. Слушайте, ребят, ну вот сегодня рубль укрепляется на 0,58%, когда 7,464 котировки в моменте. Это локально связано как раз, может быть, с каким-то, с какой-то активностью трейдеров в преддверии закрытия уже в этом году. Это также связано с тем, что завтра все-таки проверил, выплачивают экспортеры НДПИ на 300 миллиардов. Много, конечно же. Центральный банк еще сейчас палит ресурсы на 80 миллионов в день. Тоже локально поддерживает. Ну и нет, конечно же, сейчас для меня вообще нет. Ну, много к ней вопросов, учитывая, чем хуже новостной фонд, тем более динамичный рост. Интересно, где же все-таки произойдет какая-то ребалансировка и, ну, здравомыслие, что ли, адекватность вернется. Когда отовсюду звучат вот эти пессимистичные прогнозы, мы видим подтверждение факта роста количества заболевших. Я, кстати, вот поскольку нахожусь вне России, возможно, тоже живу в каком-то, знаете, своем информационном вакууме. Вот вы мне скажите, как там в России дела с ковидом? Не победила она еще его? Распространяется? Ну, судя по статистике, которую публикуют у нас в СМИ, мы очень близки к победе. Да, у нас, конечно же, к сожалению, статистика заражений растет, но как-то она растет не теми темпами, какими это, ну, кажется, мне кажется, по факту. То есть привирают статистику, на мой взгляд, очень сильно, дабы сгладить какое-то общее национальное такое состояние людей, которые так прожили достаточно непростой год. Да, даже чуть-чуть проспонсировали население. У нас недавно же тоже состоялась прямая речь Владимира Путина, который пообещал всем семьям, у которых есть дети до трех лет, заплатить пять тысяч рублей и ответственно исполнил свое обещание. Вот жена у меня недавно спросила, что же делать с этими деньгами. Получила ценную рекомендацию сходить и сделать маникюр к Новому году. Ну, просто в текущих, наверное, ценовых уровнях продукции. Даже на проездной не хватит, да, на месячный? Ну, то есть, не, ну, на месячный хватит, на два тоже, на третий уже придется занимать. То есть, как бы дали денег, но чуть-чуть. И чем руководствовались, непонятно в этот момент. Но все-таки у нас Евгений, хоть и живет за МКАДом, он присоединился к нашему клану замкадышей, да, но, тем не менее, он все-таки близок к Москве. Для многих россиян пять тысяч сейчас, перед Новым годом, это очень хорошие деньги. Можно там стол, в общем-то, накрыть. Я думаю, некоторые этим и воспользуются. Ну, тоже согласен. Ребята, знаете, какой вопрос еще? Вот понятно, что локально сейчас вот даже обрисовали ситуацию, и вот те аргументы, которые я привел там. Я допускаю, что рубль реально может еще укрепиться против доллара и евро. Тоже думаю, что, ну, 72, ну, вполне реально. Вот ваше отношение вот к этим санкциям, которые сейчас некоторые уже реализовавшиеся, вот касательно 104, по-моему, предприятий российских, вот буквально недавно Запад их принял, можно сказать, как части секторальные. Вот следующий пакет экономического воздействия, такого негативного Запада, это в отношении северного потока. Я имею в виду, когда Байден уже после инаугурации окончательно сядет в овальном кабинете и начнет, как он обещал, страшить филосистскую экономику. Может ли вот так вот просто общий вопрос дело дойти вот тоже? Одна из инициатив байденовских, я помню ее еще с 2018 года, когда активно демократы призывали Трампа усилить санкции против России. Одна из инициатив Байдена подразумевает запрет доступа для зарубежных инвесторов к облигациям федерального займа. То есть, ну, предположим, если эти санкции будут приняты, как вы думаете, стоит ли российской экономике, и будет ли ее ожидать? Ну, понятно, что денег она уже не увидит от зарубежных инвесторов. Будут ведь еще и бешеные темпы оттока капитала тех, кто уже сидит в ОПЗ. Ну, потому что это логично. Ведь в противном случае мощные лапы американских контролеров, которые следят за соблюдение этих санкций, дойдут до этих инвесторов и накажут. Ждут ли российскую экономику вот такие жесткие санкционные времена? И не станет ли это, например, причиной нового сценария, вот этого жесткого, когда САКСы окажутся не то, чтобы попавшими прям в золотую середину, угадавшими то, что будет, а их прогноз будет еще даже цветочком? Давайте я попробую эту тему поросло сказать. На самом деле про запрет доступа к российским гособлигациям речь идет уже очень давно. И с учетом того, что так до сих пор ничего не сделано, я представлю на то, что, наверное, ничего сделано не было. Это первый момент глобально. Потом мы говорим, что если, допустим, даже это и будет, этот запрет, возникает просто смысл этого запрета, когда у нас уже не так уж интересно инвестировать деньги в российские бумаги. Да, может быть, доходность еще там кого-то и устраивает, да, она, безусловно, по российским гособлигациям, подпустим, несколько выше, чем по американским. Но секундочку, рубль теряет 20% за год. Кому нужна такая инвестиция? И если бы рубль укреплялся, если бы были к этому какие-то предпосылки, то, конечно, было бы интересно складывать деньги там в российский, например, госдолг, тот же самый. Сейчас таких предпосылок нет. Поэтому я думаю, что зарубежные инвесторы, они и сами-то не сильно горят желанием вкладывать деньги сейчас в Россию. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что есть какой-то смысл от этих санкций. Не думаю, что они будут иметь место. Евгений, ты, наверное, такой же точки зрения не подержишься. Да, я здесь максимально солидарен. Тем более, что в какой-то мере я немного далек, вот так скажем, от этой области уже экономического развития России. Я сосредоточил свое внимание на других активах. И поэтому здесь, наверное, пацану и просто солидарно выскажу, что так вот кивнул в сторону Глеба. Все верно. Вот так, наверное, и будет. Так, ребят, большое вам спасибо. Давайте тогда дезюмируем. Допускаем небольшое укрепление рубля к концу года. В целом, в рамках 2021 года сохраняется коридор. Примерно, Глеб, сейчас уточнишь, если я не прав. Примерно 72-80, да? Или чуть пониже 70. Ну, грубо 70-80, мы говорим. То есть это очень грубо. Да, и не ждем апокалипсиса на рынке нефти и, соответственно, каких-то жестких санкций, которые могли бы сломать вот этот сценарий. Ну, я в целом согласен, ребят. То, что где-то в этом диапазоне мы будем ходить с потенциалом, наверное, большего смещения все-таки в район 80. Потому что даже если дело не дойдет, вот на мой взгляд, до реального вот этого санкционного влияния, агрессии, нужно понимать, что те новости, которые сейчас обсасываются в средствах массовой информации на Западе, начиная от Навального и кончая вот до вот этих ограничений, которые могут наступить после Байдена, это априори то, что будет ухудшать отношение зарубежных инвесторов и создавать инвестиционные риски для них. И правильно Глеб вот отметил то, что, ну, о каких инвестициях здравомыслящих людей может идти речь, если зарабатываешь жалкие 10% на каких-то активах, ты теряешь 20% только лично на курсе. Я согласен, то, что эти санкции вряд ли приведут к каким-то, ну, жестким, крайне негативным последствиям, поэтому не буду строить сценарий Армагеддон, там 100 рублей за доллар, ну, 80 вполне реально. Ребят, огромное вам спасибо, что подключились. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были аналитики проекта Аналитика Онлайн, Глеб Позадой и Евгений Болнин. Спасибо, ребят. Спасибо. Пока-пока. Пока. Спасибо за эфир. Пока.